МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, мы сегодня с тобой начнём с приготовления яркого солнечного блюда из чечевицы. Вообще, мне кажется, когда осень наступает, то еда должна быть. Вот лето прошло, и у нас столько было фруктов, овощей, и всё сезонное, всё прямо с грядки. А сейчас нужно переходить на еду более, я бы сказала, такую калорийную. И даже в смысле хороших калорий. Не обязательно всё время с утра до вечера есть сливочные торты, потому что калории бывают хорошие и плохие. Вот если мы говорим о крупе, причём любой, о бобовых, это всё хорошие калории, потому что они нам дают не только энергию, но и масса полезных микроэлементов, витаминов. Вот таким замечательным добавлением в наше меню осеннее, я считаю, является чечевица арабская националь. Смотри, она не колотая, но шлифованная. Посмотри, какая она красивая, не требует дополнительного замачивания. Варится всего 15 минут. Идеально в суп, в салат или в хумус. Мы из неё сегодня будем готовить вот такой прекрасный, вот такого солнечного цвета хумус. В общем, когда солнышко уходит, мы не сдаёмся и готовим себе вкусную солнечную еду. Добавляю сюда грибной бульон. Это просто обычный овощной бульон с добавлением сухих грибов. Вот и всё. Так, чтобы чечевица была покрыта. Включаю. Сюда же, ты видела, я только что изрубила одну луковицу шалота. Добавляю сюда один шалот рубленый. Не обязательно очень мелко, потому что, так как я у тебя уже сказала, что мы будем готовить хумус, значит, мы всё это будем измельчать. В блендере желательно, чтобы это всё было очень однородное и гладкое. Добавляю сюда один лавровый лист и ещё пару зубчиков чеснока. Вот все эти ингредиенты сделают нашу чечевицу более ароматной. Но более полезной её сделать уже нельзя. Она и так сама по себе кладезь пользы. Два зубчика чеснока довольно крупных. И ещё, это важно помнить, любые бобовые нужно солить уже после того, как они готовы. И чечевицу в том числе. Несмотря на то, что её, в отличие от фасоли, от многих видов фасоли, не нужно замачивать, всё-таки солить её нужно после того, как она уже готова. Всё, мы про неё забыли на недолго, буквально минут на 15. А пока будем готовить с тобой хлеб. Вот здесь у меня 650 граммов муки крупного помола. Такой вот настоящей серой муки. Тоже сплошная польза. Добавляю сюда же 150 граммов белой муки. Для того, чтобы белая мука помогла тесту своей клетчаткой. Но самое главное, что мы добавляем сюда, это дрожжи доктор Откер. Иногда кажется, что домашняя выпечка, это действительно очень сложно. Как это я приготовлю дома хлеб? Никогда он у меня не поднимется. Никогда у меня не получится. У меня духовка не такая, у меня руки не такие, у меня мука не такая. Всё получится, если брать правильные дрожжи. Потому что вот именно эти дрожжи, они быстродействующие. Не требуют приготовления опары, то есть там не должно быть невероятное количество шагов. Просто соединил все ингредиенты и вперёд, и всё получится. Так, сюда же я добавляю сначала 150 миллиграммов воды тёплой. Чайная ложка сахара. Начинаю потихонечку вымешивать. Очень важно, если ты вымешиваешь с помощью помощника вот такого, то есть техника за тебя это делает, делать это на минимальной скорости. Хлеб не любят, когда его слишком сильно закручивают. Должно остаться, вот это должен попасть туда воздух. Он должен как бы ингредиенты соединиться и обогатиться, но ни в коем случае не должно это на очень быстрой скорости вымешиваться, как, например, если по сутовой взбивали белки. Так, сахар добавили. Теперь нам ещё понадобится 500 миллилитров воды, тоже тёплой. Дело в том, что дрожжи любят тёплую воду, но не любят горячую. Вот так вот начинаю добавлять по чуть-чуть. В воду сыплю соль, чайную ложку. И оливковое масло тоже в воду. 4 столовые ложки. И вот теперь можно уже смелее добавлять воду. И на этом этапе мы можем с тобой совершенно спокойно оставить машину, делать свою тяжёлую работу, от которой мы избавлены в этот момент. Возьмём 3-4 зубчика чеснока и вот так вот их порежем. Вот такими тоненькими лепестками зубчик чеснока мы порезали. Теперь мне нужен розмарин. Розмарин вот такой вот свежий, чудесный. Можно взять и сухой, конечно, но, честно говоря, выпечка с таким розмарином, вот со свежим, она вкуснее и нежнее получается. В тесто я не добавляю. Хотя можно, ты знаешь, можно и оливок туда накрошить. Можно, ну мы с тобой делали, из вяленых помидоров добавить. Можно прямо в тесто добавить куркуму, оно будет более таким, ну если белая фокачча, это лучше тогда будет такая лепёшка. Жёлтая красиво получит, но куркума очень полезная травка. Ну это, естественно, свой цвет красивый, хороший. Конечно, в том-то и дело. Знаешь, что можно было бы в такую лепёшку добавить? Молотых орехов каких-нибудь. Это было бы тогда вообще суперполезно. Льняное семя. Но мы сегодня у нас, так как будет две прекрасные замазки к этой лепёшке, то мы ограничимся тем, что добавим чеснок и розмарин для аромата. Очень веточки крупные. Так. Ну вот, посмотри, вот теперь консистенция нашего теста идеальная. Оно не слишком жидкое, как тут наши чечевицы и чечевицы. Скоро будет готово. Не слишком жидкое, но и не крутое. Итак, вот наше тесто, видишь, как оно легко, видишь, тянется на крюке. Вот эластичность, это очень важно. Собственно говоря, с помощью рук так не вымешаешь. А вот с помощью кухонной машины. Так, теперь противень, форма для выпечки, как хочешь. Можно разделить на отдельные маленькие лепёшечки, выбирать, выпекать индивидуально. Можно сделать две порции, тогда получится у тебя потоньше. А я сделаю один большой пласт. Вот, видишь, как он, посмотри, вот что значит хорошо вымешанное тесто. Оно легко, очень легко отстаёт от стенок чаши, в которой мы его вымешивали. Распределяем вот таким пластом. И вот уже, видишь, мы так работаем пальцами, что остаётся вмятинки. Вот в эти вмятинки мы с тобой отправляем чеснок, розмарин вместе. Хором. Чеснок. Дуэтом, вернее. Розмарин. Чеснок, розмарин. Чеснок, розмарин. Розмарин, чеснок. Ну и так далее. Если тебе хочется, чтобы запах чеснока был ярче, то когда уже хлеб будет готов, пока он не горячий, а тёплый, потому что лепёшку горячую рвать нельзя, но ты понимаешь, сразу она сырой такой становится. Надо тогда чуть-чуть подождать, когда хлеб остынет, и натереть его зубчиком чеснока. Я думаю, любая замазка это будет приветствовать. И теперь мы отправляем просто в тёплое место, без сквозняка, куда-нибудь нашу лепёшку. И минут на 10, максимум 15, даём ей немножечко. Я даже сказала бы, понимаешь, тут не то, что это расстойка, это просто момент покоя, и чтобы она поняла, в чём её будущее, подумала о том, что её ждёт дальше. И от этого она станет волшебно пышной и красивой. Накрываем это всё влажным полотенцем, которое я смочила тёплой водой. Вот так вот, всё. Оставили. Ну, а тем временем, пока у нас эта красота сейчас расстаивается, мы с тобой будем готовить курицу. Для начала, прежде чем будем запекать курицу, приготовим соус. Соус песто. Ну, ты знаешь, в данном случае, как нельзя, более классический. Единственное, что итальянцы готовят песто или с пармезаном, или с пекорино. Пекорино – это овечий твёрдый сыр. Ну, я нашла просто хороший, твёрдый сыр. Он сладковатый, тоже такой пикантный. Я очень люблю сыр. Я тебе должна сказать, что вот сыр, наверное, это то, от чего мне очень сложно отказаться. Я могу не съесть кусок торта, но если передо мной кусок сыра, ох, ох, это серьёзное искушение. Поэтому и в холодильнике у меня всегда есть пару кусочков сыра. Но, ты знаешь, не стоит покупать много сыра. Потому что там вот эти кусочки могут лежать, заветриваться, и потом уже куда их пустить? Только вот куда-нибудь натереть. Но и то не в соус песто. В соус песто должен быть свежий сыр только добавлен. Ну, кроме свежего сыра, нам нужно сюда базилик добавить. Аромат нежнейший у него, гораздо более нежный, чем у базилика крупнолистного или урегано с тёмными листиками. Поэтому я всегда вот для соуса предпочитаю его и обязательно женю его с петрушкой. Дело в том, что петрушка, во-первых, она сама по себе прекрасна, во-вторых, она полезна очень. А в-третьих, она немножко сглаживает вот этот вот очень уж кедрённый аромат базилика. Вот мне кажется, что он слишком яркий, и другие ингредиенты этого чудесного соуса перестают чувствоваться. А этого нам допустить нельзя, особенно, когда мы добавляем сюда экстра-верджин оливойл борхес. Вот без этого масла вообще ни один соус не получается, таким, каким я себе его представляю. Это масло не только невероятно полезное, потому что тут омега, понимаешь, это действительно антиоксидант, очень мощный. И это важно, если мы хотим иметь здоровую кожу, здоровые ногти и волосы. Но самое главное, это масло настолько яркое, ароматное, вкусное. И вообще Испания, как мы с тобой знаем, она является самой главной стороной производительницы оливкового масла. И почему они толку в этом деле знают. Поэтому мы им доверяем. Взбиваем. Три столовые ложки масла я добавила. Вот у нас с тобой буквально, ну серьезно, меньше, чем за две минуты получился соус песто домашнего приготовления, который стоит, ну, раз в пять или в десять дешевле, чем то, что покупается в магазине в банках. А вкуснее в миллион раз, абсолютно точно. Хранится, ну, три-четыре дня спокойно в холодильнике. Поэтому слишком много его делать никогда не нужно. Теперь, что нам с тобой нужно? Теперь мы делаем для курицы еще такую корочку. Знаешь, как помнишь, это был такой знаменитый у нас рецепт курицы по-французски, о котором я один француз не слышал. Но в данном случае нечто приближенное, как это ни странно. Берем бри, вот такую половинку головки, то есть здесь где-то, наверное, грамм сто. Нарезаем вот такими меленькими кусочками. То есть сыр должен быть с корочкой, но внутри мягкий? Да, да, сыр должен быть обязательно мягкий. Если ты не любишь и там как-то относишься к корочкам с предубеждением, можешь от корочек избавляться, можешь корочки срезать. Но я корочки люблю и считаю, что они прекрасны, они такие яркие по вкусу. Теперь я беру миску, добавляю сюда либо очень-очень жирную сметану. Когда я говорю жирную, ты должна меня понимать. Это должна быть сметана, как из деревни, то есть та, которая из сливок превратилась в сметану. Либо сливочный сыр, который тоже сейчас производится в огромных количествах, его можем найти. Две столовые ложки такого сыра. Сюда же добавляем песто. Где-то 3 столовые ложки. Так. Сюда же добавляем оливковое масло еще. Столовая ложка. Обязательно немножко соли, потому что в песто есть сыр. Обязательно перец. Немного паприки. Начинаем это все вымешивать. И вот этот сыр кусочками также нам нужен здесь внутри. Так. Теперь берем противень или такую вот форму, потому что в такой форме можно уже и подать нашу курицу. Здесь у меня вымытые, высушенные бедрышки куриные. Мы их с тобой тоже солим и перчим обязательно. Так. Теперь выкладываем перченой соленой стороной вниз. Кусочки курицы. Так. Я тебе скажу, даже небольшое количество соли и перца позволяет придать любой еде, будь то овощи, будь то мясо, рыба, птица, уже другой вкус. Вот когда мы готовим совсем без соли, я не фанат. Я вообще суп соленый не ем никогда. Я не фанат пересоленной еды, естественно. А кто фанат? Но я всегда считаю, что недосол лучше на столе. Но для этого все равно нужно иметь хорошо сдобренную еду. Так. О, смотри, у нас просто с тобой глаз в артерпас сегодня. На каждый кусочек хватило этой корочки чудесной. Теперь. Вау! Красота? Да, очень вкусно. Конечно. Теперь добавляем сюда сухари панировочные. Таким образом мы создаем корочку, понимаешь? И сыр не будет гореть, и хрустяшка появится. И хрустяшка будет и сверху, и снизу. Так. Щедро. Я люблю. Я думаю, панировку все любят. Сливочное масло. Немножко сливочного масла. Вот так вот под... Вот так вот посерединке. Для сочности. Еще, мне кажется, вот сюда кусочек. Все. И теперь сверху предлагаю чуть-чуть перца чили, совсем капельку. И немножко паприки. Где она у меня? Вот она. И для цвета, и для пользы, и для вкуса. Так. Погнали. Все. Теперь духовка разогрета до 200 градусов. И мы отправляем эту красоту на 20 минут. На первые 20 минут, что будет, потом расскажу. Посмотри, какая у нас с тобой лепешка. Это же просто красота. Духовка разогрета до 220 градусов. Вообще хлеб нужно выпекать первые 10 минут на очень высокой температуре. Причем режим у меня здесь сейчас горячий воздух. Поехали. Едем. Теперь смотри. Здесь у меня закипает вода. И я бросаю сюда 250 граммов горошка. Сладкий горошек был замороженный, стал размороженный. Отправляется в горячую воду. Вариться он должен 3 минуты ровно. Пока он варится. Вот наша готовая с тобой чечевица. Видишь? Вот теперь самое время добавить и соль, и перец, и еще много чего интересного. Например, вот такую щедрую чайную ложку красного карри. Ну, то есть это вообще столовая ложка, да, получается. Просто у меня чайную удобнее добавлять. Вот, видишь, очень важно взбивать, пока это все горячее. Вымешиваем. Сюда же кориандр молотый. Четверть чайной ложки. Кориандр вообще очень яркая специя, поэтому нужно аккуратно. То же самое кумин. Кумин тоже четверть чайной ложки. А вот теперь немножко перца чили. Я очень люблю черный перец для аромата исключительно. И соль. Вот теперь соли на вкус, как тебе нравится. Так. Теперь сюда же сок и цедра лимона. Цедра лимона. Сок половинки лимона. Ой, не хочет, придется. И оливковое масло. Ну, вообще, такие замазки, типа хумуса, да, вот как сейчас. Вообще, это можно назвать хумус из чечевицы, потому что хумус делает тоже из бобовых, из гороха нута. Поэтому это просто такой еще один вариант хумуса. Без оливкового масла невозможен. И начинаем взбивать. Взбивай, как можно, тщательнее, чтобы получилась гладкая, густая масса. Так, это мы взбили и отставили. Во-первых, это должно остыть. А во-вторых, нам нужно сделать еще одну замазочку, для которой у нас с тобой сейчас варится горошек. Сито. Берем горошек. Отбрасываем на сито. И быстренько его ошпариваем, вернее так, мы его шокируем очень холодной водой. Можно взять лед, можно воду изъесть. У тебя кулер есть. Так. Теперь это мы отставляем в сторону ненадолго. И добавляем сюда, вот сюда, в нашу прекрасную помощницу еще одну. Действительно прекрасный зеленый. А смотри, какой красивый, правда? И нежный, не сморщился. Красота. Так. Добавляем сюда столько же творога. Я использую творог в вкуснотею, потому что это идеальный творог. Он вот зернышко к зернышку изготовлен из натурального, свежего, свежайшего молока и представляет собой то, что я называю гордость русской кухни. Потому что такого творога ни в какой другой кухне мира нет. Есть разные другие сыры, но вот это шедевр. И более того, он богат фосфором и кальцием. И, собственно говоря, усваивается фосфор и кальций из творога гораздо лучше, чем если бы мы его принимали в таблетках. Поэтому, особенно у растущих организмов, у людей, у которых есть озабоченность остеопорозом, это вот необходимый продукт, который должен быть, ну, если не ежедневно в рационе, то хотя бы через день. Немножко соли. Немножко перца. Оливкового масла. Сейчас, прежде чем начнем взбивать, у меня такое ощущение, и оно у меня правильное ощущение, что наш цыпленок почти готов. Смотри, какая красота. Мы его вынимаем. Ты посмотри на это чудо. И сюда, в качестве гарнира, отправляем вот такие чудные помидоры. Смотри, какая получилась живопись. И вот нам осталось еще 10 минут, и можно будет цыпленка есть. Давай посмотрим на наш хлеб. Посмотри, как он растет. Это самое время, вот когда он так уже вырос, ты видишь? Да. Красота, смотри. Мы берем оливковое масло. И соль. Присыпаем вот такими хлопьями соли. И еще минут 10 готовим. Но теперь снижаем температуру до 160 градусов. Все. Фокаччо доходит. Возвращаемся к приготовлению нашей вот этой чудесной горохово-творожной замазки. Добавляем сюда лимонный сок. И начинаем взбивать. Так, взбиваем. Давай посмотрим, какая консистенция у нас с тобой получилась. Идеальная, пышная, воздушная масса. Вот теперь мы ее выкладываем. Ох, какая красота, посмотри. Цвет сказка. Сказка. Этот нежный цвет. Теперь сюда несколько листиков мяты. Просто горошек очень с мятой дружит. Я думаю, творог тоже будет не против. Вот. И тоненькая дорожечка оливкового масла. Опа. Теперь в эту миску мы перекладываем чечевичный хумус. Ох. Красота. Так. Чечевичный хумус предлагаю украсть вот такими. Смотри, какие красивые вяленые помидорчики. Можно еще зелени какой-нибудь. И я думаю, тархун подойдет. Нет, знаешь что, кинза. Кинза подойдет идеально сюда. Вот. Смотри, какая. Ну, роскошь. Просто роскошь. Кто сказал, что осень время грустить? Осень время улыбаться. У нас почти все готово. Осталось дождаться хлеба и курицы. И на самом деле меня даже уже машина ждет. Но что удобно, я пользуюсь приложением Яндекс.Такси. И мне совсем не обязательно говорить водителю, во сколько точно я буду. Я просто набираю в чате. Скоро буду. И мы можем продолжать не просто болтать, но еще и кусочком фокачи засладиться. Так, давай посмотрим на наш хлеб. Вот. Как мы проверяем, что хлеб готов? Ну, во-первых, мы по внешнему виду видим, что корочка румяная, золотистая. Теперь вот так постучим, слышишь? Пустота. Для того, чтобы хлеб остыл быстрее, а нам очень нужно, чтобы он остыл быстрее, мы просто с тобой очень холодные. И вообще нужны силы для дальнейших подвигов сегодня. Мы с тобой перекладываем его на решетку. Опа. Оставляем ее остывать. Видишь, какой пар пошел дым. Это важно. Выходит лишняя влага, чтобы получилась корочка. Вынимаем курицу, цыпленка. Ой, с помидорами. Ух ты. Посмотри, какая красота. И если хлеб уже остыл, ой, а он остыл, то мы берем и делаем вот так. Смотри. Прям вот так. Посмотри. Посмотри, какой красивый. Он даже в руке такой, знаешь, рыхлый, прекрасный. А корочка, вот что я люблю, посмотри, так это корочку. Красота. Ну вот, хлеб, курица, замазки. Радость на столе. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова